Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Продолжаем с вами находиться в довольно сложном режиме, который называется для кого-то режимом самоизоляции, для кого-то режимом, когда мы находимся дома, для того, чтобы не заразиться коронавирусом. Ситуация сложная, но, тем не менее, из любой ситуации бывает выход, как пережить эту ситуацию, и как постепенно мы будем выходить из этой ситуации. В общем, что делать вот в эти наши с вами сложные сегодняшние дни? Нам, надеюсь, поможет разобраться в этом сегодня Алла Шеляпина, антикризисный социальный менеджер. Вот сразу же первый вопрос, здравствуйте, который может кого-то испугать, слово такое антикризисный, еще и социальный, еще и менеджер. Это что такое? Что такое? Такая профессия, которая записана у меня в дипломе, когда я в 2011 году заканчивала Российскую академию госслужбы. Так. Мы там изучали синергетику, синергетический подход к преодолению, вернее, к предотвращению кризисов. Вот антикризисный менеджер – это тот, кто не допускает кризисов. А когда он облажался, приходит кризисный менеджер. Или кто-то другой облажался, а приходит другой менеджер. Да, приходит другой уже кризисный менеджер, который из всего этого как-то пытается выбраться. Ну вот смотрите, бывают кризисы разные. Бывает кризис у человека персональный. Бывает кризис в семье. Бывает кризис, связанный с работой. Бывает кризис, связанный, вот как мы сейчас с вами понимаем, кризис какой-то такого в социальном обществе, в разных странах по-разному происходит. И, наконец, кризис, который, я так понимаю, по-другому тут слово не подберёшь, который связан с эпидемией. Это кризис, связанный с эпидемией, или слово «кризис» здесь слишком серьёзное? Нет, здесь не серьёзно, здесь очень серьёзно. Это слово применяется, и само состояние общества сейчас, конечно, кризисное. Безусловно, потому что в том даже физическом состоянии, в котором мы находимся, вот эта запертость в квартире, когда мы заперты не одни, а все вместе, со всей нашей семьёй, даже горячо любимой, быть в четырёх стенах на протяжении месяца очень тяжело. И люди, которые привыкли ежедневно выходить на работу, осуществлять какие-то иные действия, кроме перемещения по своей квартире, из комнаты на кухню и обратно, конечно, вот это ограничение в движении, даже физическое, оно даётся людям тяжело. И уж тем более тем, кто не привык целыми днями постоянно общаться с своими близкими, даже, ещё раз повторяю, самыми близкими, любимыми, детьми, жёными, мужьями, бабушками, дедушками, на протяжении такого длительного времени нахождение с ними – это довольно сильное испытание. Поэтому безусловно. То есть здесь получается прям несколько кризисов? То есть кризис, связанный с эпидемией? У нас кризис, связанный с нормальным физиологическим состоянием 2, экономическое 3, персонально-личный кризис тоже присутствует. И вот давайте начнём сразу с ситуации самой простой. Люди сегодня находятся дома. Со всех экранов телевизоров их призывают, оставайтесь дома и так далее. Но есть чёткое ощущение, что всё-таки мы в этом режиме работаем, по-моему, примерно с 16 марта, так вот, да, и пока не ясно, как долго это будет продолжаться. Но вот у меня складывается ощущение, несмотря на то, что и пропуска выдаются, да, и люди, в общем-то, имеют право, те, кто не работают, два раза, да, в неделю выходить куда-то, ездить и так далее. Но тем не менее, у меня почему-то складывается впечатление, что, по крайней мере, на разрешённое расстояние 100 метров от дома стало больше людей выходить. Означает ли это, что какая-то критическая масса поднакопилась вот этого кризиса внутри людей, и они всё-таки рвутся наружу? Безусловно. Безусловно. Даже с психологической точки зрения, если мы берём, допустим, период в один месяц, в четыре недели, то на второе-третье вот этого периода наступает апатия. Наступает апатия, наступает депрессия у любого человека, который вынужден существовать вот в таких замкнутых пространствах. И это обусловлено физиологическими причинами нашей психики. Так устроена наша психика, что она первую неделю мы можем энергично это как-то всё пережить, радоваться новому, новому состоянию, ну вот не нужно ездить на работу, не нужно толкаться в пробках, не нужно толкаться в электричке и в метро в час пик, да, можно подольше поспать, можно остаться дома, даже если мы остались на работе на удалёнке, то всё равно я встаю не в 7, а в 9. Но не совсем 8-часовой рабочий день. Ну, конечно, конечно, я тут же пью кофе, смотрю компьютер, могу отвлечься туда-сюда и так далее. То есть первая неделя она на расслабоне идёт такая лёгонькая, потом уже ты, когда втянулся в этот процесс, уже организм адаптировался даже к уменьшению физических нагрузок и движению, ты уже, в общем-то, нормально более-менее себя чувствуешь. А вот третье и последующее время – это уже для твоего организма довольно тяжёлый период, когда он уже подустал. Критический момент уступает. Да, когда он уже подустал, и ему нужно какое-то переключение. Если вы можете заметить, то, допустим, я, например, по Королёву, где я живу, и по Москве, куда я так же выезжаю по работе два раза в неделю, я могу заметить, что людей стало больше на улицах. Это однозначно. Прорываются. Прорываются. Прорываются не только с собаками на 100 метров от дома, прорываются с детьми, идут в магазин в тот же, или там садятся в машину и едут всей семьёй в большой супермаркет для того, чтобы просто погулять. Ну и, кстати, в некоторых парках, я тоже обратил внимание, разорванные ленточки – это значит, что туда тоже проникают. Да, это обусловлено нашей психикой. И ничего с этим мы не поделаем, никакие запреты не остановят. Людям нужно выплеснуть вот эту накопившуюся усталость, негатив, какую-то апатию, подвижение в свежий воздух, да просто в солнце. Ну и вот как быть? Потому что мы же прекрасно понимаем, что вроде бы те меры, которые приняты, всё-таки привели к тому, что количество жертв гораздо меньше. И ситуация, вот она вроде бы медленно идёт, да, медленно. Тут ещё такой важный момент. Но вроде бы удалось сдержать вот этот вот всплеск, да, то, что мы видели в некоторых странах, в том числе европейских. Но то, что вы говорите, означает, что, наверное, что-то нужно менять? Или нам нужно меняться? Либо меры нужно менять? Как быть? Нет, ну я думаю, что меры менять не нужно, потому что мы входим в третий период коронавируса, когда решается наша судьба. Мы либо сидим до лета жёстко, либо нас всё-таки… Сдержали, да, может рухнуть. Да, может рухнуть за один день, когда мы все дружно вышли, начинаем обниматься и кричать «Ого, привет, привет!» А он никуда не ушёл. А он никуда не ушёл. И вот по второму кругу началась эта волна, и нас опять всех посадят на месяц домой. Зачем это надо? Мы так уже устали сидеть. Так как тогда быть нам простым смертным? Нам простым смертным вам нужно… Ну, опять же, может быть, к мужчинам это меньше относится, не знаю. Но я написала такую методичку, которая называется «Дожиём до понедельника». Дамам я предлагаю довольно чёткие пошаговые инструкции для того, чтобы наша депрессия не сказалась на близких и не разрушила наш брак. Что нужно делать? Значит, семь шагов. Я обращаюсь к дамам, которые понимают, что они уже находятся в апатии и в депрессии. Это, конечно, сложно принимается, и осознаётся, и признаться себе, что да, мне нужна помощь, и я должна как-то с этим справляться, довольно тяжело. Но если мы это признаем и скажем, да, мне нужна помощь, и нужно с этим справляться, то первый шаг – это пожалеть себя любимую. А, можно жалеть себя. Можно, и даже нужно. Да. И нужно убить себя, потому что нас, сильных женщин… Сильная женщина плачет у окна. Плачет у окна, да. Сильные женщины имеют право плакать, любая женщина имеет право плакать. И вот эта фиксация настроения, состояния, она должна присутствовать, чтобы мы её прожили. Любое состояние, любое чувство или эмоция, не прожитая нами до конца, она застревает в психике, и неизвестно, когда она выскочит. Если вам плохо, если вы сейчас чувствуете какую-то апатию, если вам хочется себя пожалеть и поплакать, пожалейте, поплачьте, порыдайте, поставьте слезливую какую-нибудь Титаника на самой драматичной ноте, фрагменте, прорыдайте этот момент. Или любовное что-нибудь. Или что-нибудь любовное. Да, он её бросает, она плачет, платочка машет. Вот это сентиментальное состояние, проживите его, не стесняйтесь. Не стесняйтесь этого, не нужно этого стесняться. Пусть это, во-первых, очень полезно для психики, во-вторых, очень полезно для организма, потому что через слезы, через эмоции выходит адреналин, вырабатывается ваш адреналин. Чем больше у вас выработается адреналин, тем быстрее у вас вот эти отрицательные эмоции из вас выйдут. Адреналин выходит через слезы, прежде всего, да, и чем больше слез, тем лучше будет и для здоровья, и для психического, и для физиологического. Это первый шаг. Проживите, да, проплачьте, прожидайте. Дальше, когда вы поняли, на это потребуется несколько дней, возможно. Какая прелесть. Предупредите своих родственников и близких, что дайте... Три дня плачу. Три дня плачу. Вот Ярославна плачет у окна, плачь Ярославны. Скажите, я буду плакать, и ко мне не лезьте. Не приставайте, дайте я прожидаюсь. Значит, пусть вас пожалеют, да, и даже, может быть, даже пусть не мешают. Значит, вот вы проплакались, вы поставили. Как определить, уже я проплакалась или я не проплакалась? Да, это интересно. Да, я же могу как-то подзатянуться в этом моменте. Когда вы понимаете, что вы поставили свою слезливую мелодраму какую-то, и вы не плачете на этом моменте, вот, всё, этот момент настал, вы можете переходить к шагу номер два. Шаг номер два, самый такой спорный, но, опять же, я предупреждаю в своём пособии, что я опираюсь на свой личный опыт, потому что я, как говорю, я чемпион по преодолению личных кризисов, у меня их было несколько, и довольно глубоких. И второй шаг, когда вы преодолели жалость к себе, это первый момент, да, вы его прожили и осознали, да, всё, жалость прошла, у вас остаётся озлобленность и агрессия. Как быть с этим? Зверёк такой поселяется. Зверёк сидит и вас царапает, вот, вашу душу царапает, и вам нужно эту агрессию во что-то вылить. Не нужно делать это на родственниках, на друзьях и на близких, на детях, уж на мужа тем более, ни в коем случае. Лучше всего вам поможет физическая какая-то нагрузка и физическое упражнение. Если вы никогда не занимались, и то, чем вы никогда не занимались, быть может, это может быть, если у вас есть мяч, побейте мяч о пол, пусть соседи немножко потерпят. А стену? Если у вас есть сыновья, у них наверняка есть какие-то силовые вещи, либо гантели, либо перчатки, либо что-то такое агрессивное, да, типа бокса, вы можете побить в этих перчатках ту же стену или какой-то предмет мягкий, то есть выплеснуть вот эту агрессию, злобу свою. Да, просто физическую культуру, заняться чуть-чуть, зарядку сделать. В пространстве дома вы не найдёте возможность настолько агрессивно выплеснуть свои эмоции через физику. Тут вам поможет вот этот двухразовый выход из дома в течение недели, когда вы можете заполнить цифровой пропуск и выйти на прогулку, на пробежку на какую-то. Либо вокруг дома, либо там вот наметьте себе расстояние, допустим, в 3 километра, и пробежите его там от дома до дальнего магазина, например, и вы его можете пробежать. А вернувшись, поднимитесь на 8 этаж пешком. Пешком, да, поднимитесь пешком, можете спуститься туда и несколько раз это сделать. Тем более, что в лифте не рекомендуют сейчас ездить. Да, вот. И вот через эту физику у вас выйдет злоба. И вот после того, как выйдет злоба, мы сейчас делаем паузу. То есть два шага мы прошли, у нас остаётся ещё целых пять. То есть первый шаг – сначала пожалейте себя, это прежде всего к дамам, да, имеет отношение. Да. Вот. А второй шаг – это попытаться выплеснуть свою агрессию, но не в близких, а в предметы и в своё какое-то физическое состояние, имеется в виду физическую культуру, спорт, если можно так назвать, те пробежки, которые с разрешения два раза в неделю, в принципе, вполне могут быть. Может быть, нам ещё потом чуть-чуть разрешат больше. Вот. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, после чего вернёмся и продолжим ещё пять шагов для того, чтобы выйти из этого персонального кризиса, когда вокруг общий кризис. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». Мы продолжаем общение с Аллой Шеляпиной, антикризисным социальным менеджером. Мы уже знаем два шага, которые помогут прежде всего дамам выйти из того кризиса, кризиса постоянного нахождения в одном и том же пространстве, в стенах собственной квартиры. Напомню, что первый шаг – это пожалеть себя, поплакать дня три-четыре, может быть, кто-то и пять поплачет. Почему бы и нет? У кого как развиты те самые органы, которые слёзы выдают. Но я шучу, конечно. А вторая часть, на мой взгляд, она тоже, безусловно, присутствует. Это выход агрессии через какие-то спортивные, силовые, физические упражнения. Хорошо, два шага прошли. Переходим к шагу номер три. Шаг номер три. Самый мой любимый, самый чудесный, самый творческий, креативный – это написать письмо своему объекту злости. Ух ты! Да. Это абсолютно обусловленный терапевтический способ, когда вы рукой, ручкой, ни в коем случае не на компьютере, вы рукой на бумаге пишете все эти выражения, которые вы хотите сказать своему… И даже не рукописную. И лучше, чтобы это было не рукописно. Так. Лучше. Вы можете представить этот коронавирус, я не знаю, в виде какого-то злодея. Вы можете представить… Чудовище. Чудовище, дракона, кого угодно, чебурашку с крокодилом Геной. А соседку с первой этажа можно? Соседку и даже соседа с первой этажа, и даже вашего управдома. У вас должен быть какой-то физический образ, физический образ вашего тому, на что вы злитесь. Коронавирусу, курсу доллара, я не знаю, там, правительству, планетарному, мировому правительству, неважно. У вас должен быть какой-то сформированный образ, и вы пишете ему письмо. Письмо злости, так называемое. Обычно из письма счастья у нас тут письмо злости. Да, и по моему опыту многолетнему, я хочу сказать, что первые четыре письма у вас будут похожи на бред пьяного попугая. Когда всё, что из вас вливается в злое, нецензурное, как правило, умещается где-то в четыре письма. То есть у вас рука будет не успевать записывать все те мысли, которые из вас выплёскиваются, но вы пишите, не останавливайтесь. Даже если рука уже устала, и она просто не держит перо, остановитесь на 10 минут, может, на полчаса отдохните, пусть ручка отдохнёт. Наберите силы. Наберите силы и дальше пишите всё, что вам придёт в голову по этому поводу. Всё, все эти обиды на всех, на кого только можно, вы выплесните в этом письме. При написании рукой текста у вас включается несколько реактивных центров мозга, которые помогают быстрее избавиться от накопившейся агрессии, накопившейся негативных эмоций. Поэтому только ручкой... То есть опять же выплеск. Конечно. Только ручкой по бумаге вы пишете. Дальше первые четыре у вас будет нецензурная брань, потом потихонечку к десятому письму у вас уже эпистолярный жанр будет вашим лучшим произведением, и вы будете гордиться последним письмом, когда оно будет просто элегантным. Надо сохранить его и повесить потом на стенке. Возможно, возможно. Ну, можно сравнить первое и последнее, посмотреть, как у вас это всё выплёскивается. И что, Лене не будет писать эти письма? Да вы что, вы войдёте в такой раш, и вас потом будет нецензурная брань. Именно писать? Не начитывать? Нет, именно писать ручкой по бумаге. Это третий шаг? Это третий шаг, да. Так, дальше четвёртый? По-моему, да, третий. Да, третий, четвёртый. Да, третий, четвёртый, медитация. Вот это интересно. Значит, мы с вами избавились от жалости к себе, мы выплеснули злость и негативные эмоции несколькими способами, да, и у нас осталась пустотавка внутри. У нас там зеро, зеро, ноль, зеро. В этом состоянии, и это состояние ноль-зеро, его тоже нужно прожить, его тоже нужно зафиксировать, чтобы оно у нас потом ушло, чтобы оно у нас не застряло внутри. И мы этим состоянием делимся со Вселенной. Медитация, напоминаю, медитация – это не только йога. Мне сейчас скажут, что я не занимаюсь йогой, я не могу делать медитации. Медитация, что такое медитация? Это однотипное, монотонно повторяющееся действие, звук, либо состояние. Если вы йог, если вы занимаетесь йогой, то у вас медитация будет довольно легко проходить, потому что вы знаете позы, вы знаете асаны, вы знаете слова, звуки, которые нужно произносить. Если вы вышиваете крестиком, для вас вышивание крестиком – это медитация. Вы берёте своё любимое занятие и методично, неспешно, долго, монотонно занимаетесь вот этим вот вышиванием. А просмотр фильмов не подходит под медитацию? Нет, медитация должна быть ментальная и физическая. Но не просмотр в мониторе? Нет, нет, нет. Это когнитивная история, она нам не поможет. Посуду можно мыть, например? Можно взять 100 тарелок и методично по ним, вот так вот, неспешно. Можно петь при этом, как вам удобно. Можно вслух, можно внутри себя. То есть заниматься делом, которое однотипное, монотонное, неспешное дело. Так это шаг номер 4 – медитация. Предположим, мы их прошли, дальше пятая. Как понять, что мы их прошли? Как понять, да? Что вы медитацию прошли, что готовы к пятому. Вам подскажет какая-то мысль, пришедшая вам вдруг в голову. То есть такой инсайт лёгкий, ненавязчивый, который пришёл вам в голову внезапно. Вот вы там три дня посуду мыли, 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 без мыслей, без чувств, без ничего. И вдруг у вас начинается какая-то волна внутри. Желание что-то такое сделать, что-то такое придумать, что-то такое воплотить и что-то ещё. Возвращение к жизни. Возвращение к жизни, да. И тут у нас начинается шаг номер 5, в котором мы начинаем определение своей геолокации. Что такое точка геолокации? Геолокации – это определение той точки в пространстве, в которой мы сейчас находимся. То есть это анализ жизни. Если я в депрессии, если у меня что-то не получается, я чувствую, что у меня жизнь вообще прошла напрасно. Всё зря. Всё зря, да, что-то меня не устраивает. Я должна понять, почему это произошло. То есть в моей методичке это называется определение точки геолокации. То есть в какой точке мира я оказалась и почему я там оказалась. Какие шаги и какие мои решения привели меня в это состояние. И вот здесь начинается самый сложный, самый длительный процесс. Он может, конечно, затянуться и до выхода, до разрешения нам всем выйти из квартиры. Да, в жизнь. В жизнь, да. И тут вам как раз на подмогу и книжки, и интернет, и все технологии психотерапевтические какие есть. В моём чек-листе их, они там перечислены. Это самые распространённые, банальные, транзактный анализ, например. Или треугольник Карпмана, когда жертва охотника. Можно насладить такое погружение в знания какие-то. Да, там уже вам придётся немножко поискать эти техники терапевтические. А дальше всё просто, дальше всё быстро. Мы продиагностировали себя, поняли, что вот почему мы здесь оказались. Дальше у нас идёт шаг следующий, номер 6. Это если у вас план мистерфикс, дальше мы строим план выхода из ситуации. Опять берём ручку и пишем. Опять берём ручку и начинается уже чисто когнитивный мыслительный процесс, аналитический. Что я должна сделать для того, чтобы выйти из этого состояния. И здесь самое главное, в этом плане на каждый этап достижения ставить точную дату. Дедлайн. Дедлайн, да. Здесь нельзя сказать, я выучу английский язык. Нет, вы должны писать, я выучу английский язык. К 1 июля 2000 года я буду знать тысячу слов по-английски. И смогу, допустим, спросить, как мне дойти до... То есть я как бы договариваюсь с собой на шестом шаге. Да, да. И седьмой шаг, вы просто начинаете это делать. Правильно ли я понимаю, что главная задача в вашем... Кстати, 7 шагов, цифра 7, да, мы знаем, что она для нас такая волшебная. Что главная задача человека любого, не только семейного. Много же и одиноких, там ещё свои проблемы наступают. И не поймёшь, когда лучше, когда ты в одиночестве переживаешь этот кризис, либо в огромной семье, когда видеть тоже никого не хочется. Такое же бывает? Конечно. То есть это умение не только построить отношения с другими людьми, и, кстати, с животными тоже. Самое важное – уметь разговаривать с собой. А людям не свойственно задавать себе честные вопросы и честно на них отвечать. Вот это, наверное, главное. К сожалению, это самое сложное. Честно поговорить с самим собой. И самому себе честно признаться, кто я, какая я или какой я, да, и что мне с этим делать. Потому что, особенно для мужчин, свойственно приукрашивать себя, представляя себя миру. Это нормально. Это психология доминантности, она обусловлена физиологией и стремлением продолжить род в наилучшем формате. Это нормально. Но когда вы остаетесь один на один со своим зеркалом, нужно иметь большое мужество, честно себе признаться, в чём мои недостатки, почему они так случились, и почему я не достиг или не достиг того, к чему стремилась несколько лет. Отвечать честно надо. Отвечать честно, не бояться этого честного разговора с собой. И вот период самоизоляции, мне кажется, самое лучшее время для того, чтобы вот так за чашкой чая с самим собой поговорить. Мы должны завершать, Алла, скажите, пожалуйста, а если не получится сразу первый шаг сделать, надо несколько раз заходить на эту историю, пытаться? Безусловно. Нужно пытаться сначала самому зайти на эту дорогу. Если не получается, приглашать специалиста. А кого лучше приглашать? Ну, можно начать с психолога. Психолога. Не бояться этого. У нас же люди боятся. Раз я зау психолога, значит, я уже... Значит, у меня что-то не так. Есть три стадии прохождения кризисов. Есть психолог, когда это общая практика, ну, это как просто научиться плавать. Есть психотерапия. Это когда уже проблема чуть глубже, чем просто какой-то стресс. Ну, третье страшное слово. И третье страшное слово – психиатр. Это когда уже болезнь. Психиатры работают с болезнями. Психолог и психотерапевт может работать с состояниями, с чувствами, с эмоциями. Ну, теперь последний такой драматический лирический вопрос. Скажите, а сейчас вообще нужно смотреть в зеркало или лучше его избегать в доме? Конечно, нужно. И чем больше вы смотрите в зеркало, тем лучше у вас настроение, хочу сказать. И причесываться, и держать себя в форме. И причесываться, и держать себя. Я хочу в этом смысле, вот хорошо, что вы на это обратили внимание, привести совет Виктора Франкла, знаменитого австрийского психотерапевта. Он австрийский еврей, который прожил несколько лет в Освенцине, в концлагере. И вот он заметил, и там, кстати, на базе вот этого опыта, он и изобрёл, и родил вот эту теорию поиска смысла жизни, логотерапию. И он обратил внимание на то, что те люди, которые не просто пили воду из кранов, но и умывались каждый день, они переживали вот этот ужас концлагеря легче, потому что у них был какой-то смысл. Они держали себя в человеческом, в каком-то обличье. Спасибо большое, Алле Шляпина, которая, как антикризисный социальный менеджер, мне кажется, очень просто на пальцах рассказала о семи несложных позициях, которые можно попробовать выполнить, и, возможно, вы не заметите, как наступит то время, когда не будет никакого коронавируса. Спасибо большое. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин